Эти каникулы для Дениса Шкребко и Полины Далматовой стали особенными. Вместе со своими преподавателями из детской школы «Скуслира» они отправились в Анапу на международный фестиваль, чтобы вернуться в родной Воскресенск победителями. «Замечательный проект с каким-то особенным отношением к каждому ребенку. Очень дружеская, очень светлая, очень радостная атмосфера. Состояние праздника. Дети приехали, казалось бы, это конкурс, это волнение, это соперничество, это переживание. Нет. Для них, для всех это был настоящий праздник». На конкурсе в рамках программы «Берега надежды» участвовали лучшие из лучших. Чтобы выступить в Анапе, ребята прошли отборочный тур в Москве. Победа Дениса не стала большим сюрпризом для Ивана Викторовича Никифорова, ведь у его ученика была замечательная подготовка и хорошая поддержка. Более того, в каждое выступление юный музыкант вкладывает не только много сил, но и душу. «Берега надежды» «Вложенные труды, время, все наши обыгрывания, все это воздалось нам, все это не прошло даром». Денис дружит с баяном уже 7 лет. Он признается, что играть на этом инструменте сложно. Но если знать и соблюдать технику, то исполнение любой композиции не составит особого труда. На конкурсе он представил экспромт Малыгина и сертаки Теодоракиса. Я знал, что я хорошо выступлю, и вот первое место. Я хотел поблагодарить Ивана Викторовича Никифорова и за то, что он вложил такой труд. Полина Далматова – еще одна звездочка фестиваля Гран-премия. В финале международного конкурса она исполнила ронда Дакена Кукушка и пьесу Григо Ноктюрн. «Те пьесы, которые она исполнила, они, во-первых, совершенно не соответствуют ее классу, ее году обучения. Это очень серьезные, очень взрослые пьесы, с которыми Полина великолепно справилась». Полина играет на фортепиано 4 года. За это время она стала победителем и призером многих творческих конкурсов. В современной музыке юная исполнительница предпочитает классику. Больше всего любит Прокофьева. Несмотря на высокий уровень подготовки, победа Полину приятно удивила. «У меня было чувство неожиданности и подходило с чувством таким, а точно меня вызвали, ничего не перепутали. И когда я уже взяла грамоту и кубок в руки, я прям заулыбалась, была очень рада, прям неожиданность такая была». Полина Романюк, Сергей Емельянов, Воскресенские вести.